Пехтицкая обитель при большом стечении молящихся праздновала в субботу 1 июля великий праздник, причем свой, родной, рожденный в собственных стенах. Сретение Пехтицкой иконы Божьей Матери, именуемой у Источника. На этой иконе запечатлено явление Пресвятой Богородицы у подножия Святой Горы, где забил Святой Источник. Ее написали иконописцы монастыря. А в 1894 году пехтицкие сестры подарили этот светозарный образ Пречистой Девы Богородицы в День Ангела святому праведному Иоанну Кронштадтскому. А возвратилась эта икона в свой родной дом спустя 52 года, 1 июля 1946 года. Ее торжественно встречали у часовни, расположенной рядом со священным дубом. Вместе с сестрами приняла святыню в свои руки тогдашняя настоятельница, игуменья Алексия II. Безусловно, это стало для обители не только великим событием, но и великим праздником. С годами торжественность празднования возрастала, а в 2006 году его празднование по богословению тогдашнего патриарха Московского и всея Руси Алексия II было внесено и в общецерковный месяц ослов. Этот праздник стал очень любимым для многих верующих, которые, в том числе и из других стран, стараются приехать 1 июля в гости к Божьей Матери на Святую Гору. По словам отошедшей к Господу с хиегумени Варвары, этот праздник такой же силы, как и главный престольный праздник пюхтицкой обители – Успения Божьей Матери. Но если в предыдущие годы праздничное богослужение, это всегда архиерейское богослужение, начиналось под открытым небом, на площади перед Успенским собором, а затем уже продолжалось в соборе, то нынче из-за дождя оно полностью проходило в Успенском соборе, украшенном множеством живых цветов. Даже несколько икон, как икона пюхтицкой Божьей Матери его источника, было обрамлено изумительного рисунка гирляндами из живых цветов. Можно сказать, что нынешнее праздничное богослужение было своего рода историческим. Ранее его всегда возглавлял митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий в сослужении епископа Нарвского и Причудского Лазаря, а нынче божественную литургию возглавил епископ Нарвский и Причудский Лазарь в сослужении второго епископа Мардусского викария Таллинской епархии Сергия, а также, как и прежде, целого сонма духовенства клириков пюхтицкого женского монастыря и крестных приходов Эстонской Православной Церкви, Московского Патриархата, а еще и прибывших из-за границы гостей священнослужителей Русской Православной Церкви. Но неизменно праздничное богослужение прошло столь же мощно, красиво, величественно, как и в предыдущие годы. ПЕСНЯ По традиции праздничное богослужение завершилось многолюдным крестным ходом к часовне у священного дуба.